Ребят, всем привет! Доброе утро! Два вопроса, по которым начали писать много. Первый вопрос по поводу драки, где парень убил росгвардейца в самообороне. Ребят, я сейчас ищу дополнительную информацию по этому делу, потому что видеозаписи у нас нет. Конкретно сути конфликта мы не знаем. Вы сейчас поймите меня правильно. Многие у нас сейчас, а вот, а вот, поймите, очень часто, очень часто в итоге случается так, что все были пьяные, непонятно из-за чего началась заварушка, все друг на друга пыжили, все передрались, кто-то в страстях достал нож и дал, понимаете? Там сейчас разбирательство идет. Я, например, пока не получил материала дополнительного. У нас есть показания свидетелей с одной стороны, есть показания свидетелей, там не свидетелей, пострадавших с другой стороны, да? Есть обвинение, есть прокурор. Но материала не хватает, понимаете? Вот друг говорит, вот так случилось, подрались там, вот он вот нанес удар. С чего конфликт? Может он что-то говорил. У нас вот было дело, я вам его не рассказывал, не говорил об этом деле, это все произошло у нас в кулуарах. Тоже тут запрашивали за одного человечка, позвонили там люди серьезные, говорят, там вот такая-такая ситуация. Вот, значит, его избили сильно, а он вот такой хороший, замечательный, его сильно избили. Вот он там пишет, ничего не помогает, беспредел, парам-пам-пам. Я думаю, ну ладно, давай разбираться. Позвонил одному, позвонил второму, дозвонился там до человека, который там уже с очень большим таким званием, статусом, он говорит, ну давай сейчас запрошу. Все, запрос сделал, там присылают на него характеристику, а он там задолбал уже весь поселок, просто затрахал уже всех. В драке был пьяный, сам спровоцировал, сам в драку лез, его отлупили. Он уже задолбал участкового, менты от него уже просто закрывают двери, потому что он пишет заяву абсолютно на всех по всякой херне. Вот просто ходит, он задолбал весь поселок пьяный, постоянно ходит, херней занимается. Понимаете, ну от того, что у него там вот какие-то знакомые, он решил вот обратиться, понимаете. Ну вот, часто все выглядит изначально как-то, я не хочу сейчас говорить, что вот этот вот парень, который с возгладеицами сцепился, что он сам виноват или еще что-то. Нет, я просто говорю о том, что нужно разобраться, что там произошло. Я сейчас вот жду материалов, по крайней мере будет понимание, будет четкое понимание, будем срабатывать по этой ситуации. Второе. По Воронежу с этим цифрасом, я не знаю, кто его так назвал, придурком, который ходит с питбулем, явно солевая рожа, ходит с питбулем, там травит на собак своего питбуля, издевается над ним, неадекватный, весь подъезд от него устал. Душит и бьет ногами. Воронежцы жалуются на соседа, который регулярно издевается над собственной собакой. Происходит это в жилом комплексе на набережной Максима Горького. Очевидцы выложили видео в соцсети. Кадры крайне жестокие. Вот в лифте мужчина душит собаку, поднимая ее на поводке, после наносит удары ногами. А вот на детской площадке он повесил животное на поводок на турнике. Кроме того, по словам жильцов, мужчина натравливает своего пса на других. Так пострадал спинель Кристиной Попазя. На этих кадрах видно, как на ее питомца набросилась бойцовая собака. А хозяин смеялся и даже не пытался ее оттащить, рассказывает девушка. А управы на него нет, потому что приезжают менты, что-то там пошурудят и уезжают. Мы собирались вообще к нему туда съездить в первый же день. Просто приехать там, не знаю, хотя бы лещи надавать. Потом, ну это такое, знаете, на импульсе было решение. Потому что я сильно разозлился, увидев все видосы, все это увидев, мне сразу дали адрес, все-все-все мне дали. Вот, но потом мы связались с пострадавшей. Я думаю, нет, если там менты ничего сделать не могут, значит какие-то подвязочки есть. И я решил зайти с другой стороны. Не буду рассказывать с какой стороны, потому что могу сейчас это распространить. Но могу сказать одно, за это дело я взялся. Опять же, я не афиширую. Вы знаете, что я часто делаю, просто не рассказываю, просто чтобы сделать дело. Дело решилось, ну и слава богу. Выясни что-то, ну и слава богу. Вот, по остальным вопросам, говорю сейчас, господи, по остальным подробностям данных двух вопросов. Ну, если что-то будет прям такое конкретное, я буду вас держать в курсе. Продолжение следует...